Здарова-здарова, дорогие друзья! С вами Булкин и добро пожаловать на новенький видос в твоем канале. Я думаю, что по названию видео, в принципе, все понятно. Сегодня, друзья, я решил в этот прекрасный день, когда у моей мамы день рождения, сделать ей очень неплохой, как я считаю, подарок и подарить ей вот эту замечательную BMW 320. Друзья, признаюсь вам честно, в последнее время на штрафы мне конкретно не везет. За последние два дня, вы не поверите, но я отхватил штрафов на 10 тысяч рублей. Ну что я могу сказать? Эмка делает свои вещи. Но самое главное, друзья, что экономить денежки, а самое главное вовремя оплачивать штрафы мне помогает приложение штрафы ПТД. Во-первых, приложение штрафы ПТД меня всегда моментально информирует о том, что я где-то успел нахулиганить и присылает фотографию моего же нарушения, чтобы я мог убедиться, что это действительно я нарушил. Ну и отсюда, друзья, сразу экономия. Я думаю, что ни для кого не секрет, что при оплате штрафа в первые 20 дней действует скидка в 50%. Соответственно, я могу экономить, вовремя оплатив штраф. Приложение штрафа ПТД имеет официальный доступ ко всем государственным базам и отправляет информацию по платежам также сразу во все инстанции, а далее отслеживает статус каждого оплаченного штрафа до момента его прогрузки в базе. В нашей стране существует сразу несколько государственных баз, но они очень плохо синхронизируются. Поэтому при оплате штрафа через госуслуги или онлайн-банк есть шанс, что платеж затеряется. Но благодаря приложению штрафа ПТД вы будете уверены в оплаченном штрафе, так как оплата проходит стопроцентно. Ну и, друзья, напоследок огромный бонус. Помимо того, что вы всегда можете вовремя оплатить штрафы, ну и, как вы понимаете, со скидочкой, вы еще можете получать информацию по новым знаком, правилам и штрафам. Ну и, друзья, как вы понимаете, это в случае чего может вам очень помочь при споре с инспектором ДПС, например. Так что, друзья, качайте приложение штрафа ПТД по ссылочкам в описании, и вы всегда будете вовремя проинформированы о том, что где-то успели нахулиганить. Друзья, наверное, те, кто подписан на мой канал хотя бы, ну, полтора года, если я не ошибаюсь, потому что дело было полтора года назад, я своему деду уже делал подобный подарок, дарил ему тачку, вот сейчас вот фрагменты можете посмотреть, ссылочку оставлю, кстати, в описании, такой душевный ролик получился. В том случае тоже дед ничего не знал, то есть до последнего я сохранял интригу, купил машину и, собственно, приехал тогда, он был в гараже и подарил ему машину. И, собственно, все эмоции мы записали. Соответственно, друзья, сегодня действительно день рождения моей мамы, но есть несколько интересных факторов. Во-первых, она находится сейчас в ресторане, ну, вместе с нашей семьей, так скажем. Меня все ждут, а я, как обычно, опаздываю, и, в общем-то, сейчас я прямо при вас позвоню, ей скажу, что я нахожусь вот тут вот буквально через дорогу, она придет, я ей сначала подарю цветы, которые лежат в багажнике, поздравлю с днем рождения, а потом, короче, сделаю то, что она, я думаю, не ожидает вообще, скажу, что теперь эта тачка и ее. Я принял такое решение, потому что, в принципе, ну, почему нет, почему не порадовать маму, тем более она не ожидает 100%, объясню почему. Потому что я ей летом помог в покупке с квартирой, то есть она решила, так скажем, обновить квартиру, купить, наконец-таки, нормальную, потому что до этого, ну, так скажем, было все поскромнее. Я ей помог действительно, и она, как бы, зашла, так скажем, это как подарок, и не ждет сейчас совершенно ничего от меня, и поэтому, как бы, я думаю, что она будет просто в шоке, когда узнает, что я ей решил еще и машину подарить. Тем более у нее, как бы, да, если кто не знал, Volkswagen Tiguan, вот фотография, которую она купила в 2014 году, новый, один хозяин, она единственная владелица, и там пробег уже больше 200 тысяч километров, потому что мама каждый день ездит на большие расстояния на работу, и поэтому машина ей, в принципе, ну, необходима всегда, и я считаю, что уже пора бы ей обновить тачку. Поэтому, друзья, я предлагаю уже, в принципе, прийти к самому интересному, сейчас я ей буду набирать, я даже не знаю, как это будет выглядеть, она, наверное, вообще ничего не поймет, скажет. Я и так уже опаздываю на 40 минут, то есть она меня ждет, уже там писала, типа, где ты, и я сейчас, короче, ей такое говорю, типа, выходи, потому что, как бы, хочу тут это. Ну, я надеюсь, что она нормально вас примет. Все, включаю громкую связь. Алешка. Да, привет. Привет. Че, вы уже сидите, ждете? Мы за столом сидим, еще не выбрали ничего. Смотри, короче, у меня задача такая к тебе, ты должна сейчас одеться, выйти и пойти на парковку Несты. Ну, напротив которой, заправка. А, одеться, выйти и пойти с заправки Несты? Да. Ну, ты увидишь, мы около машины стоим, да. Подходи просто сразу. Одна, да? Да, только одна. Одна? А Катя нельзя? Нет, одна. Ладно, просто. Давай, ждем. Там, короче, просто еще мамина подруга, она говорит, с Катей можно? Я говорю, дед, давай лучше одна. Короче, друзья, сейчас мы быстро снимем пролеты тачки, потому что мы еще не успели. Все, BMW 320 прямо сейчас будем дарить. Надеюсь на ваши лайки, потому что, мне кажется, ролик этого заслуживает. Блин, я даже не представляю, какие у нее будут эмоции. Она просто этого точно не ждет, я вам отвечаю, потому что реально, я как бы сделал ей уже подарок, как бы она, ну, 100% не ждет. Все, короче, снимаем пролеты и потом, как видим маму, включаем камеру и начинаем самое интересное. Обожаю эти моменты просто, ребят, надеюсь на ваши лайки. Привет. Привет. Ты как раз очень давно хотела, да, поучаствовать в видео? Да. Короче, значит, во-первых, с днем рождения. Спасибо. Сейчас, подарок. Мы решили просто, почему не посвятить целое видео, поздравления маме. Вот, это тебе. Ой, спасибо. Ой, спасибо. Так, ну что, давай встанем здесь. Короче, я так понимаю, что ты растерянный, да? Ага. Короче, я уже просто рассказал, ну, вкратце, что как бы на день рождения я тебе помог с квартирой. Да. Вот, но я решил, что это не весь подарок. Не весь? Ну, это как бы, да, тоже подарок, но основной подарок другой. Основной другой? Ну, нет, ладно, хорошо, на самом деле можно считать, что основной, ладно, квартира, есть еще другой подарок. Ну, какой? Какой? Это какая? Вот эта. Вот эта? Ничего себе! Танек, ничего себе основной подарок. Я просто сказал, что, скорее всего, будет максимально неожиданно, потому что и так квартиру, и еще... Да, я не ожидала абсолютно, потому что такой шикарный подарок, только что квартиру купили, и я даже вообще не ждала никаких машин, и вообще никаких подарков не ждала, поэтому спасибо. Что теперь у тебя БМВ-320. Я шокирована, я счастлива, я даже... Ой, я не ожидала, спасибо, спасибо. Ужас. Ну что, будешь смотреть? Да, буду. Как тебе? Класс. Ну, посидеть-то можно? Ну, так это твоя машина, что ты хочешь? Подержи. Все открыто. Ну, там вещи мы приберем, мы ее в последний момент сейчас намылили. А, да, еще, кстати, хочу сказать сразу, что полностью обслужили, так что ничего делать в ближайшее время не надо. О, это очень хорошо. Я даже не знаю, что сказать. Я не ожидала, честно. Ну, вот у меня такой ребенок. Ой, спасибо, Санек, спасибо. Спасибо, хотя посижу. Друзья, вот такие вот дела. Ты как будто на камеру появлялась до этого сто раз. Обычно люди себя растерянно ведут, а мама такая залетела просто сразу. Я шла, я себя... Ты уже поняла? Я шла в руки, потому что сначала я шла, у меня слезы были какие-то на глазах. Я почему-то так разнервничалась, я же не ожидала, что к чему. Ну, ты же... Хорошо, а ты думала, что-то плохое, что ли, произойдет? Нет, я понимала, что какой-то сюрприз. Ну, как бы мы все поняли там, сидя за столом, что это какой-то сюрприз, но не такой. Не знаю, даже какой. А как заводить? Заводить? А ключ у тебя? Да, ключ у тебя. Ну, тормоз и этот старт. Слопочка? Да, да. Ну так, примерно. Сколько площадей? Ну, вообще, 245. Многовато. Ну, можно чип снять. Так, 184 может встать обратно. Белый салон. Да, очень красивый салон, кожа бежевая, я так не читала. Как по сути, Тигуан? Ну, Тигуан тоже жалко. Ну, ты на нем сколько наездил? 200 с чем-то тысяч? 211 тысяч наездил. 211 тысяч 14-го года? Да, 211 тысяч. Это получается... Хорошо поэдсплотировала машину. Каждый день сколько ты ездишь в среднем? Ну, 200-300 километров езжу. В день. Так что, понимаете, да? Вот сейчас можно не буду даже ездить. Может быть, стоять? Пусть пока постоит, приду в себя. Нет, надо куда-то отъехать. Ну, сейчас мы перегоним. Или ты должен сесть. Ну, мы сейчас, да, я тебе расскажу. Короче, друзья, вот такая ситуация. Все, погнали бухать. Отвечать. Вот. В принципе, ну, какую-нибудь концовку мы подведем. Я вам, друзья, расскажу, как это все прошло. Сейчас еще будет реакция родственников. Что потом, что кто сказал, я вам потом перескажу. И попрощаемся. Я надеюсь на ваш лайк, друзья, потому что это прям... Спасибо. Так что еще раз с днем рождения. Спасибо. Огромное не ожидала. Все, пойдем в ресторан. Друзья, честно говоря, меня до сих пор потрясают, потому что, я не знаю, мы сейчас посидели, все отлично отметили. Родственники все просто, ну, в шоке. Рады безумно. Мама рада. Еще раз плакалась, короче. Ну, блин, кстати, согласитесь, вот мама, получается, первый раз, вы увидели мою маму, мне кажется, она довольно хорошо, прям, да, то есть я даже не почувствовал, что она как-то смущается, стесняется, то есть, понимаете, да, для человека какие эмоции. День рождения, подарок такой, на видео все это, но она, в принципе, рассказала свои эмоции, когда нашла, что ее там уже трясло. Короче, ребят, есть новости, о которых я должен вам рассказать и как раз подвести вообще в целом итог. Значит, смотрите, мы сейчас посидели все вместе, то есть и с мамой, и с родственниками, и со всеми близкими. Прежде всего, конечно, мы с мамой это решение приняли. Значит, друзья, эта машина будет продаваться. Да, то есть я ее подарил маме, как бы мама, ну, решила, посоветовавшись со мной, как бы, да, естественно, я никаких обид, ну, я считаю, что это нормально. Сейчас вам объясню, что мы вообще решили, к чему пришли. Мы решили ее продать, получить некую сумму денег с продажи автомобиля. И так, как я уже сказал, да, я маме помог с квартирой, которая в следующем году, получается, по-моему, да, сдается. Ну, короче, да, ее ждет переезд, нужен будет ремонт, техника, то есть, как бы, грубо говоря, как жизнь с нуля, потому что до этого там, да, мама жила в такой, как бы, простенькой квартире, сейчас будет, ну, более-менее хорошая, нужен будет хороший ремонт. Короче, приняли решение вот какое. Мы продаем эту машину, мама продает Тигуан свой, в ближайшее время это произойдет, то есть, нужно, ну, просто время, чтобы продать эту машину, чтобы продать Тигуан, ну, возможно, до конца года это все сделаем, вот. На какой-то из машин, ну, мама будет пока ездить, скорее всего, эту поставим просто в салон, чтобы наверняка она продавалась, как бы, просто, ну, как бы, за обычную цену, не хочется, там, знаете, быстро сливать за какие-то копейки, чтобы она ушла просто по хорошей цене, вот. Мама пока докатается на Тигуане, она говорит, даже мне страшно будет просто ездить на этой машине, но у меня тоже есть такое, например, я извиняюсь за уведомление, у меня сегодня такое видео, конечно, это пипец. Вот, когда я хочу продать машину, я лучше, чтобы она стояла и как бы вот, все-таки на Тигуан она уже проездила до хрена, а эта все-таки машина и подороже, и хочется, чтобы, не дай бог, конечно, с ней ничего не случилось. Вот, поставим ее в салон, скорее всего, будет она продаваться, продастся она, продастся Тигуан, и мама возьмет что-то новое. Объясню, чем это обусловлено. Дело в том, что ждет ремонт, какую-то часть денег выделим сразу, просто мама отложит на ремонт, сразу, да, там, ну, грубо говоря, даже на тут, на гарнитур какой-нибудь, там, на мебель, на технику, то есть это все равно, ну, вы, я думаю, понимаете, новая квартира, там все равно надо кучу всего делать, вот. И мама возьмет просто что-то попроще, потому что она так подумала, конечно, учитывая, какой пробег она наезжает в день, вы слышали, и если мама будет эксплуатировать эту машину долго, то есть это здесь будет где-то 300 тысяч километров через 4 года, ну, типа, BMW, конечно, в принципе, это относительно надежно, но когда пробег будет по 300 тысяч, это уже вопрос, и, как бы, нет смысла наезжать такой пробег, и мама говорит, блин, ну, типа, эта тачка просто, ну, она не любит, там, гонять, она ездит спокойно совершенно, у нее был Tiguan 1.4, поэтому принято решение просто, что она возьмет, скорее всего, какую-то новую, либо с минимальным там пробегом, грубо говоря, до 10 тысяч километров, что-то попроще, какой-нибудь кроссовер, тем более, да, тут задний привод, она ездит круглый год, вот, поэтому, да, конечно, в этом плане просто более практичная идея, то есть какую-то сумму она выделит с продажи этой машины на ремонт, и возьмет что-то попроще, что-то повыше, ну, типа, знаете, там, а-ля Каптюр, Кодиак, Шкода, да, Рено Каптюр, там, ну, что-то такое, посмотрим, то есть я ей помогу, естественно, возможно, еще добавлю, конечно, денежку, но, в целом, вот, просто я вам, ну, должен был это рассказать, потому что мы приняли это решение, вот, буквально за 2 часа, пока сидели, и, чтобы вдруг потом увидеть просто тачку в продаже, такие, подумайте, что это, типа, вообще было, только машину подарила в продаже, вот, то есть мы приняли такое решение, и, как бы, я поддержал маму, мама поддержала меня, и, блин, это круто, ребят, я надеюсь на ваши положительные оценки, пишите в комментариях, я даже не знаю, в принципе, ну, просто что думаете, пишите в комментариях, дарите радость своим близким, добро, позитив, и, главное, любовь, друзья, потому что родители у нас одни, будь то бабушка, дедушка, мама, папа, брат, сестра, то есть, ну, я считаю, что нужно радовать своих близких, и делать все для них пока есть возможность, поэтому, и, ну, потому что, блин, кто ближе родителей? Ну, конечно, близкие друзья, которые проверенные, да, любимый человек, там, жена, девушка, с которой вы уже давно, это все-таки семья, поэтому, друзья, вот такие дела, так что, друзья, все, я пошел вызывать такси, до новых встреч, надеюсь, вам понравился этот видос, всем удачи и всем пока-пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!